Для дела. После замены хряка новым заведующим и, естественно, старого теоретика новым, последний также изъявил желание побеседовать с Мазилой. И беседа состоялась, и внушила Мазиле некоторые надежды. Правда, ненадолго. В приемную он встретил претендента, который пришел назначаться на новый пост. Претендент немедленно изложил Мазиле все свои замыслы, которые собирался изложить выше. «Теперь мы такое закрутим», – говорил он с искренним увлечением. «Будем печатать шизофреника, клеветника, болтуна, мыслителя, супругу, неврастейника и вообще всех деловых и толковых ребят. Хватит трепаться. Надо же в конце концов дело делать». Об этой встрече Мазиле рассказал мыслителю. «Как ты можешь разговаривать с этим негодяем?» – вскипел мыслитель. «Он же мразь, лживая, хитрая, изворотливая тварь. Ему ни на слово верить нельзя. Я же его как облупленного знаю». «Но он мне показался искренним», – сказал Мазиле. «Еще бы возмущался мыслитель. Он все делает искренне, предварительно настроив себя на то, чтобы быть искренним. С тобой он репетировал свою речь, заготовленную для теоретика». «Как же так», – удивился Мазиле. «Ты ведь с ним дружишь». «Я – другое дело», – сказал мыслитель. «Мне это нужно в интересах дела». «Странное все-таки содружество», – говорил потом Мазиле болтуну. «Но что он имеет с этого? Он же влачит жалкое существование». «Смотря на чей взгляд», – сказал болтун. «У него не было ибанской прописки. Претендент помог ему получить ее. И квартиру получить. Квартиру он оставил бывшей жене. И за заслуги? За какие? Получил затем хорошую комнату на одного в хорошей квартире. Ты представляешь, что это означает в наших условиях? Клеветник чуть не 20 лет снимал углы и комнатушки за бешеные деньги. Теперь мыслитель обижен, ибо другие имеют квартиры. А почему бы ему не вступить в кооператив? Что ты? Ему положено бесплатно? Помяни мое слово, ему скоро дадут квартиру. Потом он председательствует чуть ли не на половине заседаний редколлегии. Он сидит во главе стола. Он ведет заседание, делает умные замечания. За ним последнее слово. Для тщеславного человека это не так уж мало. А возможность регулярно печатать свою галиматью. А ссылки на его вшивые работы, которых в иной ситуации никогда не было бы. А поездки в заграничные командировки. Да за одно выступление по телевидению, которое недавно состоялось, можно полжизни отдать. Нет, дорогой Мазила, он имеет от своего содружества с претендентом многое. Очень многое. И он панически боится все это потерять. Он достаточно умен, чтобы понять, что его выше не пустят. И потому он стремится урвать незаметно. И сохранить при этом видимость порядочности. Претендент тоже кое-что от него имеет. Вернее, думает, что имеет. Претендент кретин. Он настолько привык всех считать кретинами, что вообразил, будто мыслитель незаменим в качестве камуфляжа. А на самом деле теперь таких пруд пруди. Как только претендент это поймет, он его вытурит. Тем более он уже начинает его слегка компрометировать в глазах начальства. Теоретик где-то говорил, между прочим, что претендент – человек подходящий. А вот окружение его, в особенности мыслитель, весьма и весьма сомнительное.